Рассел Тампе Белл Лайтнинг остается сегодня без изменений, в то время как в состав Нью-Йорк Айлендерс возвращается 26-летний Джаш Бейли. Стоит отметить, что Бейли сыграет звене с Францовым Нилсен и Николаем Кулемен. На высоких оборотах начинается первый период. Нью-Йорк с заряжной атмосферой трибун, перебрасывает соперника на старте и первыми зажигает красный фонарь за воротами Тампе. На восьмой минуте периода. Хозяева выигрывают в брасовой нейтральной зоне, Трэвис Хаммоник расстреливает по правому флангу, Николай Кулемен эффективен в борьбе у борта, а Джош Бейли с метра расстреливает Бена Бешеф. 1-0. Не опуская труб гости, выжидая своего шанса, который приходит под заново с периода. Лайтнинг в большинстве, закрепивший зону соперника, уверенно передвигает снаряд по периметру. Алекс Килорн заряжает от синий, Райан Келлахан подправляет. 1-1. С начала второго молнии берут инициативу своей руки, а результат приходит. На девятой минуте периода. Телор Дженсен выигрывает с сбрасывания в зоне соперника. Виктор Хэдман мощно выстреливает с ползоны и выводит свою команду вперед. 2-1. Но ненадолго. Оставить они, возвращая должок на 15-й минуте отрезка. Блестящий Форд Чекин демонстрирует четвертое звено Нью-Йорка. Кейси Сизейкес выигрывает единоборство за воротами. Кал Кларбер находит открытого игрока, а не Клэдди от синей линии. Восстанавливает статус Кво. 2-2. С начала третьего хозяева реализует преимущество лишнего. На третьей минуте периода. Нью-Йоркси быстро входит в зону. Томас Хики грамотно распоряжается от борта. Джош Бейли в касании. Оформляет вторую шайбу в этом матче. 3-2. Однако Молнии выравнивают ситуацию уже через 58 секунд. Эффективный форд Чекин гостей. Аликс Келорн отнимает снаряд в зоне соперника. Валтери Филпул контролирует из-за ворот. А Владислав Камесников хлестка в касании. 3-3. Продолжает играть давление на Стивитяне и не безрезультатно. Вновь эффектно сверкает четвертое звено хозяев. На 12-й минуте периода. Кейси Сидикас вынуждает соперника на ошибки. Кал Кладербак пробивает Пен Бишоп в правую девятку. 4-3. Но вновь ненадолго. Лорица оформляет четвертый гол в ворота хозяев. Под занавес периода. Шесть полевых игроков в Тампе. Джонтон Друэн на левом фланге находит свободного игрока. А Никита Кучеров с ползоны в касание под прикладину. 4-4. Овертайм длится чуть более трех минут. И удача сегодня на стороне Тампе. Брайан Бойл ставит точку в этом матче. Тампе Лайтнинг одерживает вторую победу в раунде. И выходит вперед в этой серии. 2-1. Кирилл Киселев, Нью-Йорк, NHL.com.